Вечер добрый Мы с вами уже в новом году, и вот только совсем недавно в Йом-Кипур мы были почти как ангелы, человек, который не пьет и не ест, и в своих молитвах, в своем как бы духовном настрое становится невероятно близок к Всевышнему. Но вот такой особый и замечательный день у нас с вами только раз в году, и вот это наше состояние особо, оно тоже у нас только один раз в году. Тем не менее, пока еще мы с вами находимся именно вот в этом состоянии редком, удивительном состоянии любви, близости и единения с Всевышним. И вот пока мы еще вот тут, только еще вышли из Йом-Кипура, тут сразу очень быстро нам дается праздник, где мы можем задействовать себя и свое тело, и свою душу. И уже не на уровне ангелов, да, а на человеческом уровне. А вот к тем уже, кто пришел и написал добрые слова, шанатува, и всем благодарность те, кто пришел, и те, кто приходят на уроки, и кто хотят как бы присоединиться к изучению Тары. Хотя часто это непросто, да, и вот о том, этом непросто, у нас с вами будет сегодняшний урок, потому что, как я говорю, мы вышли из Йом-Кипура, вышли из состояния ангелов, да, и сейчас мы должны задействовать себя и свое тело, и свою душу на человеческом, на простом, так сказать, людском уровне, когда мы еще с вами находимся на некой такой особой, высочайшей струне любви и понимания с Всевышним, да, вот именно на этой струне, на этом уровне, к нам приходит праздник Суккот, который очень-очень близко находится, буквально через несколько дней после Йом-Кипура. И находится он настолько близко для того, чтобы понять, что модель человека на весь год – это работа. Это не только то, что мы молимся и разговариваем с ним, и просим, и взвешиваем свои поступки, это и сами наши поступки. Надо сказать, что в каждом человеке есть такие качества, как желание дать и желание получить. Если, может быть, есть и слушатели такие, у которых преобладают только одни желания или то или другое, я вам скажу, что это не так. Значит, вы еще не раскрыли в себе или то, или другое желание. И о том, что хорошо это или плохо, каждая из них, да, это отдельный вопрос, да, И у каждого из нас, может быть, больше преобладает одно, у другого, может быть, преобладает другое. Так, немножечко поговорим об этих желаниях. Желание получить, оно считается, что оно как бы, оно материальное, оно идет от земли. А желание давать, оно идет от неба. То есть желание получить – это желание нашего тела, материальное желание, да. А, как вы понимаете, желание давать, дать, то оно от души. И человек является единственным созданием в мире, где оба эти желания присутствуют. Да, то есть у ангелов, у них нету тела, у них нету желания что-либо получить. То есть в них просто не заложено этой потребности, им совершенно нечего с этим делать. И поэтому говорится, что у ангелов нету свободы выбора. А у нас с вами, только у нас с вами есть такая возможность, как выбор брать или давать. Да, мы можем с вами как Всевышний давать или менять действительность только к лучшему. Или наоборот, как животное, наша животная душа, да, заботиться об удовлетворении своих потребностей. И Туре даёт нам совет, такой минимальный совет, да, что, конечно, очень важно. У нас есть заповедь, здоровье, заботиться о своём здоровье. Да, но главная силу, которую мы с вами должны использовать именно для приведения в действие сил своей души, да, это помощь, созидание. То есть наша душа должна, кто хозяин в доме, да, кто хозяин в нашем теле, наша материальная часть или наша душа, да. Тут Тура даёт, что всё-таки хозяином в нашем теле, в нас должна быть душа. Но совет – это всегда хорошо, всегда очень хорошо, когда кому-то что-то советуют, особенно когда Тура нам советуют. Но такое случается, что иногда мы что-либо даём другим, и иногда это происходит вот таким образом, что мы даём для того, чтобы что-то получить, да, что-то выгодно сложиться, грубо говоря, да. То есть мы перевёртываем вот эту большую заповедь, давание, да, отдавание. Мы её тоже переворачиваем в материальность. Всякий может стать праведником, как Мушарабейну, или злодеем, как Царь Яровам, то есть мудрым или глупцом, милосердным или жестоким, скупым или щедрым. Это наш выбор, да, и только по своему разумению человек направляется по тому пути, который изберёт, и это говорит Рам-Бам, Мишна Тора. И тут хочется спросить, почему же так тяжело быть таким, как нас от нас ожидает Тора. Возьмём, к примеру, заповедь ЗДАКА. Есть человек, который это делает, потому что так нам заповедано, да, хэсэд шабэ хэсэд. Вот нам заповедано, и я исполняю эту митву, я знаю, что это то, что надо делать. И эта заповедь поднимает нас именно на вот этот уровень дающего, про которого я вам, про который я вам только что говорила. И, соответственно, таким образом мы меняем мир к лучшему. Но есть ещё вариант, когда мы просчитываем, что если я дам сегодня ЗДАКу, то придёт время, и мне будет плохо. И это самое мне поможет, буду знать, что я давал ЗДАКу. Я живу в таком мире, когда один даёт другому, и всё это, как бы так сказать, одно проистекает в другое. И это человек, который, да, живёт по законам, и да, делает полезные и правильные вещи, но он уже это делает с расчётом, что ему это вернётся. И есть ещё один тип, третий тип человека, это когда весь мир и его законы, по большому счёту, он, конечно, знает, он живёт, типа в этом, он про это слышал, он живёт в неком обществе, но по большому счёту его не интересует. Сегодня ему хочется дать ЗДАКу, и он чувствует себя с этим хорошо, тогда он её даёт. Завтра у него будет совсем другое настроение, и он считает, что он вообще никому ничего не хочет давать, а дети, которые постучатся в дверь, он на них шугнёт и скажет им «брызь», да, это уже совсем другой человек, да, такой человек называется «живущий по своим желаниям». Он живёт не по закону, сегодня ему хочется, да, прекрасно, сегодня он делает хорошие дела, потому что вот у него вот проявилось вот это желание. «Я хочу делать хорошие дела». И когда вот он делает эти же дела хорошие, которые «лишем шамаем», то всё окей, всё в норме. Но когда человек привыкает идти на поводу своего «хочу», то очень быстро скатится на выполнение других и уже не столь хороших желаний. Если у двух типов людей, про которые мы только что с вами говорили, есть некая граница, и это заповеди, да, то у третьего типа есть только его желание, которое на сегодня может совпасть с заповедями, а завтра может не совпасть. И вот тут вот, подходя к празднику «Сукот», всё-таки мы начали этот урок, потому что мне важно донести до вас некоторые вещи именно про «Сукот», про «Суку», которую мы с вами, кто-то уже начал строить, кто-то уже построил, а кто-то только будет строить, да. Так вот, нам важно сказать с вами, чтобы «Сука» должна быть правильной и кошерной. И для того, чтобы она была правильной и кошерной, в её строительстве должно быть использовано две полных стены, да. То есть не всегда человек может прийти и просто положить схак, иногда, и, скорее всего, так происходит, мы строим. И есть некий вот этот минимум, который, говорится, две полных стены. Напротив тех качеств, про которых я вам только что сказала, вот этого правильного человека, цадика, у которого хэзет шебе хэзет, это одна стена, суки, и второй человек, который, да, может быть, с неким расчётом делает заповеди, но он их делает. Это вторая стена. Третья же стена, про неё сказано, что она должна быть по размеру тефах. Тефах – это ладонь, да, это некая мера длины, которая упоминается в Талмуде, и по разным данным это от 8 до 10 сантиметров, не более 10 сантиметров, да. Почему, говорится, такое про третью, вот эту стенку, суки? Почему две должны быть обязательно полные, а третьей вот уже достаточно, чтобы она была вот такой маленькой доской 10 сантиметров? Дело в том, что мы не можем существовать без нашего эгоистического «я хочу подумать о себе», да. То есть вопрос только в этом количестве о том, что я хочу подумать о себе. И тут нам чётко указывается по отношению с двумя полными стенами, когда ты даёшь другому стена, которая говорит о том, что я эгоистичен и делаю, что хочу, да, а мы только что сказали, что у нас есть всё-таки такая заповедь, как забота о своём здоровье, забота о содержании нашего тела, да. Так вот, эта стена должна быть очень маленькой по соотношению с двумя другими, да. И мы понимаем, что стена – это то, как бы, на чём, основа, то, на чём держится сукан. И ширина вот этих стен, то есть минимальный размер – это написано 7 тфахим на 7 тфахим. Когда мы с вами говорим, мы говорим, весь, вся наша беседа сегодняшняя – это о человеческих качествах и том вот влиянии на сукку, да. Поэтому всё мы попытаемся сравнивать, почему такая стенка, почему такая ширина, почему такая высота. Так вот, когда мы говорим о протяжении человеческой жизни, то в 89-м псалме сказано «Дней наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – это труд и болезнь, и они проходят быстро». Так вот, 70 этих лет по отношению к суке – это именно те самые 7 на 7 тфахот ширины вот этих стенок, да, длины, длины. Мы с вами сейчас говорим про длину, да, то есть 7 на 7. И это как бы напоминает нам о том, что если есть у нас стены хороших дел, то это 70 лет. 70 лет, что мы активно занимаемся в нашей жизни хорошими делами. Конечно, это может быть и больше, да, когда мы дееспособны, но наше время, оно проходит быстро. И самое главное – это нам не забыть, что время, оно конечное. Про высоту суки нам говорится, что она должна быть минимум 10 тфахим. Почему именно 10? Потому что написано, что шхина никогда не спускается ниже 10 тфахим. А кто, что такое шхина? Может быть, не все знают это определение. Шхина – это то самое место, где Всевышний открывается нам. Вы ведь знаете, что мы можем пройти всю нашу жизнь и не встретить Всевышнего, да, и каждый раз находить много разных объяснений того, что с нами происходит. Нам написано «Ве асули мигдаш в Ишахантибам». Сделайте мне мигдаш, и я там буду находиться. Если мы хотим найти Всевышнего в нашей жизни, мы должны ему дать для этого места. Да, понятно, что когда говорится про мигдаш, который мы должны сделать, первое, что мы должны сделать его внутри себя, но у нас есть заповеди внешние, да, и вот Сука – одна из них. Сука – это временный дом. Мы здесь временно, да, как я сейчас сказала, 70 лет, которые мы должны успеть. И вот мы ее строим, и про стены мы сейчас поговорили, про высоту, длину, ширину, а теперь давайте поговорим с вами про Схах. Схах, да? Мы знаем, что Схах – это то, чем покрывают доски или такая как бы плетеная такое покрывало, или листья пальмы, или, не знаю, в России мы когда-то брали просто в лесу, срезали ветки и клали это, то, чем покрывали, как бы потолок, да. Схах должен быть особенным, чтобы мы могли видеть через него звезды, и чтобы солнце там нам не пекло. Так вот, у нас, у людей, есть два варианта, по большому счету, конечно, есть много вариантов, да, то, как мы видим этот мир. И один вариант, один взгляд – это все, что с нами происходит, это вот природа, да, вот такая природа, непонятно, каким образом как-то эта природа управляет нами, что такое природа, мы не знаем, но вот все, что происходит, это от природы. Другой взгляд – это все то, что с нами происходит, это идет от Всевышнего, и это самим же Всевышним ограничено законами природы, которые он же сам и создал, да. И все то, что с нами происходит – это Ашгаха-прати. И тот, кто реально хочет увидеть эту самую Ашгаху, Ашгаха-прати – это такой персональный надзор Всевышнего, да, то вот такой человек должен из суки, в которой стены стоят, на медат-дздака, на качестве дздака, и они шеват-фоход и выше 10-фоход, так вот, находясь уже в этом месте, основа которой все только хорошие качества, человек должен смотреть из этого места через этот Ашгах, через вот это покрытие, через этот потолок на звезды и искать там, в этих вот там, через этот Ашгах, через эти маленькие дырочки, и он должен искать там Ашгаха-прати, влияние Всевышнего на его жизнь. Мы иногда должны напрячься для того, чтобы через Ашгах увидеть эти звезды. Открытие вот этой самой Ашгахи, вот этого персонального надзора дается очень нелегко каждому из нас. Ну, мир, в принципе, был бы проще, если бы присутствие Всевышнего в этом мире было бы совершенно открыто, не надо бы делать никакой работы над собой, все видно, все понятно, все приятно. Ну, вот прошли мы через Красное море, да, всем понятно, Всевышний сделал это чудо, да, все очень просто, но мы с вами сейчас живем в мире, когда явных чудес нет. И это наша с вами обязательная личная работа – искать эти чудеса в раскрытии этого мира. Можно было бы спросить, что вообще для нас лучше, вот этот Ашгах, где мы с трудом рассматриваем звезды, или открытое небо, где уже во все светит солнце, да. То, что лучше для нас, для каждого из нас, зависит от того, наверное, к какой части суки мы себя причисляем. Тот, кто принадлежит вот к третьему сорту тех людей, про которые я вам говорила, да, выполняющих заповеди, которые делают только то, что им хочется, им, наверное, удобнее и проще, чтобы все было видно, потому что у них нету ни времени, ни желания тратить для открытия скрытого. В отличие от этого, праведники всегда будут искать во всем скрытый и спрятанный смысл присутствия Всевышнего. В принципе, зная, что их работа над своими качествами может помочь выявить настоящий свет, как и в себе, так и наружу. Итак, мы понимаем, что схаак должен защищать людей от солнца, поэтому он скрывает большую часть солнечных лучей, которые попадают в суку, и в этот, так сказать, и вот такой схаак он считается кошерным. Понятно, что есть некое определение, как это солнце входит, сколько и так далее. Но важно, что если под схааком тени больше, чем солнце, да, то сука кошерна. К чему я вот это всё вам рассказываю? И это, и то, и наши качества, и сука. Это очень интересно, что мы получили наш суд, наш приговор, да, у каждого из нас он начинался в своё время, заканчивался в другое, да, то есть люди разные, вы знаете, получают в разное время, не все получают. То есть в Йом-Кипур только ставят печать на тот приговор, который каждый из нас получил. И мы начали Новый год. Начали мы этот Новый год, но суккот тоже очень непростой праздник. Мы вошли в некое новое определённое время. В своё время говорилось, что, знаете, когда человек сделал что-то не очень хорошее, да, то ему даётся вот промежуточный такой вариант посмотреть, как он себя будет вести. Там пришёл на новую работу, устраивается, да, ему там дали три месяца, я забыла, как это называется по-русски, когда смотрит, как вот он работает. Так вот и у нас с вами время суккота. Нам дали приговор, да, но сейчас Всевышний смотрит и наблюдает за нами, как мы будем выполнять то, что он хочет. Он хочет нам дать много чего хорошего. Какие качества мы задействуем для того, чтобы то, что вот он нам, наш приговор дал, чтобы его спустить сюда, чтобы привести. Четвёртая стена, её может быть не быть вообще, вот мне тут спрашивают. Четвёртой стены может не быть и кошерная сука, когда есть две полные стены, и третья чуть-чуть. Четвёртая стена, мы её добавляем, и любое добавление хорошего – это всегда хэсет. Поэтому добавить хорошего всегда хорошо. Это отвечаю на вопрос вот Давида, который только что его написал. Итак, вот время, которое нам сейчас дано, это показать Всевышнему, что мы хотим, мы готовы работать над нашими качествами, мы готовы воспользоваться все теми самыми хорошими вещами, которые он нам даёт. И для этого у вас будет сейчас полностью неделя, когда вы в праздник с радостью сможете этого сделать. И после этого мы действительно начинаем, после суккота, начинаем наш год так, как мы сами себе его заработали, и как Всевышний с его милостью нам спустил. Желаю вам хорошего, радостного праздника. В семье, насколько это можно, в сейчасшесней ситуации, быть близко с теми, кто вам любит, и никогда не забывать делиться хорошим с близкими и даже менее близкими. Хорошего праздника, хорошего года. До свидания.